Всем привет, ребята! С вами я, канал Электровайт, и кажется, я придумал новую рубрику для своего канала, а именно Бараги Савита. Дело в том, что я искал себе недорогой катушечный магнитфон, возможно, даже немного неисправный для того, чтобы в нём покупаться. Ну, искал я его для коллекции тех бубин, которые я смог найти. Но наткнулся я случайно вот на это объявление. Продаю радиолу РАУ-114. Ну, вроде бы ещё странного, подумал я, пока не увидел ценник в 10 тысяч. Странно, подумал я. Тем более, я видел такие объявления за 10, даже за 25 тысяч, но там были действительно редкие и даже раритетные уже радиолы. И они, мне кажется, возможно, стоили таких денег. Ну, смотрите, заходим в это объявление. Так, саму радиолу вы уже видели. Наверное, даже зацикливаться на этом не буду, потому что у меня есть точно такая же. Продаю радиолу РАУ-114 за 10 тысяч рублей. И читаем, давайте. Продам старую советскую радиолу РАУ-114 со встроенным проигрывателем грампластинок. Рабочая. Незначительная проблема, утерян задний питающий шнур. Продаю за ненадобности, так как нужны деньги на обучение. Сама вывоз. Ну, первое, что я могу заметить. Чувак, у тебя вообще мозги есть. Ты продаёшь это за 10 тысяч рублей. Где твоя логика, я не понимаю. Даже давайте в тое описание прям придираться жёстко. Продам старую советскую радиолу. Этот УРАУ был, скорее всего, выпущен в середине или даже в конце 80-х годов. Я не представляю, как это можно называть действительно старым. Ну да, этому есть 40 даже и 30 лет, но это ещё не старая. Раз. Второе. За 10 тысяч комплекция должна быть максимальная, мне кажется, полная для такой ещё не старой довольно-таки радиолы. То есть это просто радиола, она не старая, это просто советская радиола. И для такой цены должна быть просто комплектация, то есть коробка, я не знаю, инструкция, сама радиола, запасной набор всяких шнуров, я не знаю, грамм пластинок, игл. И тем более у тебя вообще потерян задний шнур. Ты серьёзно? При чём ещё самовылаз хочешь назначить? Я видел, кстати, предложение радиолы, там тоже всё, за 500 рублей самовылаз. Ну это, мне кажется, нормально. За 500 рублей самовылаз кому надо, ну за 10 тысяч. Тем более, ребят, сейчас я расскажу, как я честно купил свою радиолу УРАУ-114. Это объявление стояло за 1000 или за 1500 рублей, сейчас я вам показать не смогу, потому что это было давно, и объявление уже, скорее всего, давно удалили. Но оно было за 1000 или 1500 рублей, как я уже сказал. Там была незначительная проблема в заднем шнуре, он был, но там был кое-где отколый кусок пластика, но это не мешает его работе. И тем более, радиола была почти в идеальном состоянии, только продали её, честно, за такую цену, потому что у неё были незначительные проблемы с воспроизведением грамм пластинок. То есть там был истёрт ролик, который вращается в диск, но я знал то, что у меня в запасах такие ролики есть, я просто купил, забрал и поменял этот ролик в тот же день. И тем более, мне с этой радиолой отдали причём три запасные головки, набор проводов для записи с магнитофона, из телевизора. Не, вы понимаете просто, тут, чувак, у тебя только радиола, причём ещё без заднего шнура, мне за 1000 рублей отдали радиолу, причём ещё и с большими такими подарками. Так что, ребят, судите сами, стоит ли вот это вот 10 тысяч рублей. Я, конечно, блин, я, конечно, понимаю то, что, возможно, когда-нибудь через 10 лет, или нет, не через 10 лет, а через 20 или 30, это будет стоить 10 тысяч рублей, но сейчас... Ну нет, ты, скорее всего, получишь эти 10 тысяч рублей, так, лет, так, через 30 или через 40. Ну, увы, сейчас ты её не продашь, и на обучение этим ты себе заработать не сможешь. Да, кстати, с моей радиолой есть ещё такая пока проблема незначительная, которую я пока не устранил. Дело в том, что у неё индикаторная лампа, простите, забыл, как называется, сходу, она, ну, не горит, то есть там индикаторная лампа неисправна. Но это неважно. Возможно, кстати, и такое то, что она была подсевшей, и я, честно, не помню. Вроде бы даже, когда мы покупали, индикаторная лампа работала, так, слабо светилась, но когда мы привезли, она работать вообще перестала. Скорее всего, от тряски просто оборвалась спиралька. Ну, мне кажется, за тысячу рублей это нормально. Тем более, за тысячу рублей выставляют радиолы в худшем состоянии, но это тоже, мне кажется, нормально. А такое за 10 тысяч рублей продавать, ну, я не знаю, кому это, честно, нужно, кому? Разве что каким-нибудь шизунутым коллекционерам, которые скупают всё, и у которых очень много бабла. Но у меня бабла не так много, поэтому я очень тщательно выбираю каждую свою новую покупку, свою новую технику, и учитываю все нюансы. Ну, конечно, решайте сами, что делать с этим барыгой, даже, возможно, если вам очень сильно понравится, я потом этому барыге позвоню, поговорим с ним, я его научу, насчёт цены, так сказать, расскажу ему, как надо вообще это. То есть, буквально расскажу всё то, что я вам рассказывал сегодня. Ну ладно, с вами был канал Электролайк, как я и сказал, если наберётся много лайков и просмотров, то вам понравится. И пишите в комментариях, если интересно, я позвоню этому барыге и поговорю с ним по-нормальному, сколько должна стоить такая радиолы. Возможно, он меня поймёт, потому что, скорее всего, он это делает не специально, ибо он, скорее всего, ему лет 18-19 раз он говорит, ему нужны деньги на обучение. Поэтому, если понравится, я ему позвоню. С вами был канал Электролайк, всем удачи и всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, до скорых встреч.